На улице Студенческой в Благовещенске очередные проблемы. После того, как сошел снег, вместе с ним в буквальном смысле растаял и асфальт. На некоторых участках покрытие лопнуло, остался только гравий. Так что теперь не сразу разберешь, городская это дорога или проселочная. Многие благовещенцы уверены, вопрос, который интересует их долгие годы, когда же отремонтируют студенческий, студенческую уже стал риторическим. Кристина Добровольская узнала, какие перспективы все же есть у проблемной магистрали. Городской аттракцион «Студенческие горки» испытана на себе. Если раньше улица Студенческая считалась одной из главных городских проблем, то теперь жители уже смирились и даже сделали ее одной из главных городских достопримечательностей. Название проблемной улицы звучит даже в рекламных кампаниях. Так, слоганом одной из ближайших заправок является фраза «Не жалеешь ходовку? Приезжай!». Чтобы преодолеть студенческие препятствия, необходимо сноровка и большое количество свободного времени, которого у благовещенских водителей, особенно в часы пик, просто нет. То, что дорога постепенно превращается в гравийную, жители города заметили давно. А вот официально признали дорогу, мягко говоря, неровной несколько дней назад. Совсем недавно на проблемном участке установили знаки, которые не только предупреждают о неровной дороге, но и показывают. Даже дорожники признали улицу Студенческую опасной и ограничили здесь скорость до 40 км в час. Правда, сами водители смеются. Такая скорость для Студенческой нереальна. Далеко не каждый лихач сможет прокатиться по ухабам с ветерком. Тем, кто каждый день ездит по Студенческой, приходится осваивать навыки экстремальной езды. Правда, в замедленном режиме. Потому что максимальная скорость, с которой здесь можно двигаться, 20 км в час. Но это чтобы не поломать ходовку или не оставить свой бампер в какой-нибудь луже. Для своего названия Студенческая выглядит уже достаточно пожилой. Местные морщины, ямы полностью покрывают магистраль. Катание на таком бесплатном аттракционе Студенческие горки нравится далеко не каждому. Да и водители, которые часто ездят по этой улице, уже устали от постоянной тряски и пристального внимания журналистов. Уже мне показывали. У нас обещают, каждый раз обещание мы кормят. Говорили, что будет у нас дорога хорошая. Уже вроде бы финансируют. Но ничего не делают. Дорога разбита, через всю дорогу две траншеи. Вот явный пример на машине. Вот бампер оторвался буквально позавчера. Просто яма была с водой, служа, объезжал машину. Оказалась большая яма. Рюхнулся всей мордой. Оторвало бампер, сейчас лежит в ремонте. Ходовку разбивает же. Это не дорога. Раньше более-менее было. Поток пошел сюда, дорогу разбили. Глинкой присыпали. Но это не езда. Это тряска какая-то сплошная. В администрации нам пояснили, ремонт действительно будет. Причем не ямочный, а капитальный. Улицу перекроют, снимут остатки старого асфальта, положат новый. И даже проведут ливневую канализацию. Правда, когда начнется этот ремонт, в этом году или уже в следующем, пока неизвестно. Неизвестными остаются и масштабы такой реконструкции. Как говорят чиновники, все зависит от финансирования. А пока ремонт упирается в деньги, водители невольно продолжают участвовать в, пожалуй, самом экстремальном городском виде спорта. Кристин Добровольская, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство. Порт Амур.